К другим темам. Новосибирцы первыми в мире преодолели сложнейший маршрут в горах Кузнецкого Алатау. Через бурные реки опасные перевалы двигались не пешком, а на машинах, цепляясь лебедками за скалы и деревья. О трудном восхождении Анатолий Харитонов. Любители экстремальных путешествий взбираются на высоту 1806 метров над уровнем моря, на перевал, который находится на хребте Каратас в Хакасии. Называется он «Козьи ворота». Здесь из одной долины в другую мигрируют копытные. Маршрут популярен у пеших туристов, а вот на машинах тут до сих пор никто не ездил. В экспедиции 16 экипажей из Алтайского края, Новосибирской, Ульяновской, Самарской, Омской и Кемеровской областей. Каждый водитель посылает вперед разведчика. Штурм, который идет впереди машина, да, и смотрит, как машина поедет. Ну что, из кабины не видно, где камень, где что, особенно на спуске или на подъеме, там, когда видишь, только небо и все. Саша Сорокин, «Файбай», он выслал нам трек в группу того, сколько он находил. И там трек выглядит совершенно вот как сетка такая красная, такая непонятная. То есть он прошел, я не знаю, сколько километров, в 4, в 5, в 6 раз больше, чем проехали машины. На дистанции, кроме отечественных УАЗов, японских и американских джипов, редкие немецкие машины. Грузовики-вездеходы «Унимок». Например, вот этот сошел с конвейера в 1956 году. За рулем новосибирец Олег Булгаков, который участвовал в автомобильных экспедициях по Монголии, Алтаю, Саянам и Дальнему Востоку. «Установлена резина повышенной проходимости, она тоже на расход влияет. 20 литров – это нормально, как говорят. Сколько расход? 2-3 ведра на сотню. Так много. Такого зверя надо кормить. Были поломки, отрывали им там рулевые сошки, главные пары рвались. Но, в принципе, мы к поломкам и к полевому ремонту уже привычные. С собой у нас и автомеханики опытные в составе команды, сварка, болгарка». Вот этот каркас для тента ломался дважды. На него деревья падали. Ремонтировать пришлось, что называется, в полевых условиях и подручными средствами. Вот здесь какие-то веревки, ну и, конечно же, скотч – незаменимая вещь в походе. И участники экспедиции изготовили вот такие подпорки. Это черемуха, а здесь береза. За 16 дней экипажи проехали почти 500 километров по горам Кузнецкого Алатау. Преодолев перевал Козьи Ворота, добрались до посёлка Бескомжа, что в Аскизском районе Хакасии. Оттуда, по реке Уса, направились на юг Кемеровской области, где начиналось это экстремальное путешествие. Для автомобилистов это дистанция шестой, то есть высшей категории сложности. Новосибирцы, написав отчёт о своих приключениях, подали заявку на чемпионат России по спортивному туризму, в котором участники соревнуются заочно. Судьи выяснят, чей маршрут сложнее и распределят места на пьедестале. Шансы на победу велики, говорят опытные экстремалы. Наши земляки берегли природу. Не срубили ни одного дерева, чтобы проехать напрямик. А ещё убрали мусор, оставленный любителями пеших восхождений. С этой стоянки, что на берегу озера у подножья горы, вывезли несколько мешков консервных банок и газовых баллонов. Анатолий Харитонов, Антон Мамаев. Новости ОТС.